Я очень люблю именно эту недельную главу, которую мы сегодня читали и толковали. Потому что, с одной стороны, она достаточно странная. Герой Израиля, сын Якова, Юда, он находится в родословной, пра-отец будущего Мессии. И вдруг он заходит в проститутки. С другой стороны, Фомарь, два ее мужа уже умерли. А она все еще делает манипуляции для того, чтобы все равно принадлежать к семье Якова. Вам это не звучит как-то странновато? Здесь есть тайна. Это не связано с моей сегодняшней проповедью. Но там есть тайна. Фомарь. И яда, что есть нечто великое в семействе Якова. И она сказала, все, у меня больше шансов нет. Я даже буду делать неправильные вещи. Но я все равно найду себе способ, чтобы соединиться с ними. Потому что я хочу, чтобы мой сын участвовал в этой пророческой цепочке. И это будет иметь влияние на весь мир. Вот такова была ее мотивация. И она, в принципе, рисковала жизнью. Потому что если бы Юда, у него маска с глаз не упала, и он не понял то, что он понял, он бы сказал, сожгите ее, убейте, она этого достойна. Радзхута! Вы помните этот сертон? Радзхута! Помните этот... Убейте ее. Но Бог сделал все во благо. Почему я это говорю? Мы те, которые сидим здесь, мы плод их смелости и их веры. И мы продолжаем эту цепочку. Я хочу только попросить, подумайте об этом. Что ты, благодаря небесам, принадлежишь семье Якова, кровью или верой, неважно как. И ты здесь, в земле Израиля. И Бог ожидает, что ты продолжишь распространять его тайну и его истину. Просто подумайте об этом. Сейчас мы продолжим и перейдем к посланию Ефесянам. Я хочу помолиться немного. Отец наш небесный, я молюсь о действии Святого Духа в наших сердцах. И как мы поем на Хануку, каждый маленький свет каждый из нас является маленьким светом, маленьким огнем. Но вместе мы огромное пламя. Пусть Бог поможет нам. Амин. Мы уже изучили две главы послания Павла к Ефесянам. И я хочу напомнить три важных пункта, которые мы уже изучили. Первый, без жертвы Мессии мы не можем продвигаться вперед. Наши несовершенства Ешуа восполняет. И это связано и с евреями, и с неевреями. Мы это учили. что только через него мы заходим в царственном престоле нашего царя. И Бог не вспоминает наши беззакония. И если кто-то помнит, читал пророка Еремию, то там написано, что сила Нового Завета в том, что наших грехов и беззаконий он не вспомнит. Второй пункт, который мы изучили, Шауль петом мигалет Шауль получает то, как так называется в еврейской герминевтике, откровение на уровне тайны. И он открывает это своим слушателям. Обычно секрет или тайна это что-то очень личное. Это я перед Творцом Всеселенной. Но вдруг у Шауля появляется смелость сказать тайну говорю вам. И какую тайну он передает верующим евреям и неевреям? В Ефесе. Вы знаете, в гадоле легоьим векלל не было концепта о Мессиях. И когда евреи говорили про Мессия, они говорили Мессия наш мир. Он дает нам мир с окружающими и внутренний мир с самими собой. Кто нуждается во внутреннем мире? Знаете, почему люди пьют алкоголь или используют наркотики? Потому что они не могут найти мир внутри себя. И в Мессии есть этот мир. Но Шауль говорит, что этот мир, который Мессия приносит нам, он превыше этого. И он говорит, силу Мессии это принести мир между небом и землей. Это понятие, которое сложно для понимания. Но нам нужно помолиться и попытаться подумать об этом. Не только быть людьми, которые думают купить еще одну одежду, но люди, которые думают о небесном. И Шауль говорит, что в Мессии есть эта сила соединить одно с другим. Я хочу немножко расширить это понимание. В традициях различных народов есть рассказ про потоп. Кто слышал про потоп? В Америке, в Китае, в Индии, в разных странах у них есть свой рассказ про потоп, который случился во времена Ноя. Потому что это как будто осталось в памяти всех народов мира. Но Священные Писания дают нам намек о более великой катастрофе, которая была и она была намного более сильнее, чем потоп. Это только намеки. И в разных традициях немного находят об этом. Масора Чел Каббала есть такой намек. Они говорят о сломанных сосудах. И это не чашка или какой-то другой сосуд, но это о сосудах, которые представляют собой мир. Я не хочу вдаваться в это. Потому что это традиция мистического иудаизма и не совсем там я согласен. Но там есть такая идея, что что-то когда-то сломалось и наступил хаос. Естественно, они берут это истории. Вы помните «Бытие» первая глава между первым и вторым стихом. Там написано что была тьма над бездною и Дух Божий носился над водой. Там была тьма над бездною. Что-то странное и что-то разрушенное. И по логике когда Бог что-то создает. Он не создает что-то из разрушенного. Он создает с самого начала из ничего и делает это совершенным. Но здесь говорится о тьме над бездною. Скорее всего был какой-то катаклизм который мы не понимаем что это было. который разрушил порядок между небом и землей. Я говорю скорее всего это то есть не совсем я в этом уверен но скорее всего когда Бог сотворил первого человека у него было предназначение не только населить землю людьми но также иметь влияние на то чтобы произвести мир между земными и небесными вещами но мы видим что первый человек не преуспел в этом и наоборот еще больше внес балагана во то что было еще больше он внес дизбаланс во всю вселенную но вдруг Шауль говорит что последний Адам как его зовут когда придет Ешуа когда пришел Ешуа умер и воскрес из мертвых он высвободил какие-то силы и нам сложно понять что это за силы но эта сила подняла Мессию над земным и небесным и вдруг он влияет на всех это не первый Адам это последний Адам но он влияет и почему нам важно это знать потому что каждый раз Шауль говорит что мы люди прах и пепел с огромным проблем с очень маленькой верой мы там сидим с Мессией и и скорее всего мы являемся его партнерами для этого действия принести мир между земным и небесным как как можно но вот это факт и об этом написано кто меня понял сейчас мы верующие мы каким-то образом соединены с самим Ешуа и мы восседаем с ним на этом троне славы и когда мы только пытаемся сделать что-то доброе с верой с праведностью с желанием не всегда мы довольны тем как мы это делаем но мы захотели мы сделали мы провозгласили имя Господа в этом мире тогда мы влияем на те вещи которые мы даже не понимаем и не видим еще кое что мы выучили неделю назад и две недели назад о том как смотрят на этот мир евреи и на то как смотрели на этот мир язычники кто помнит о чем я учил евреи смотрят на этот мир как пирамида и бог находится во главе этой пирамиды и ничего не происходит без его желания даже дьявол не может причинить тебе никакой вред если только бог не позволит но если ты грешишь тогда открывается дверь и ты получаешь иногда мы не понимаем что произошло и это такое место когда мы не всегда можем точно сказать вот я понял как язычники смотрели или даже некоторые сейчас смотрят на этот мир дуализм есть плохая сторона и есть хорошая сторона и они постоянно борются между собой и давайте к я лучше принесу жертву бесам и мне будет хорошо и к большому сожалению этот концепт так потихоньку но очень сильно зашел в христианство дуализм и когда мы читаем христианскую литературу там написано прими сторону иисуса и встань и противодействуй всем делам сатаны есть есть в этом что-то но я хочу сказать вам две проблемы дуализма первая проблема дуализма когда мы думаем что в мире есть добро и зло и они сражаются друг с другом то мы унижаем высшую власть бога и нужно увидеть в священных писаниях что нет другого царя нет не существует никакого другого царя когда мы видим что что-то или кто-то ему противостоит это потому что он не нашел правильным в данный момент обратить на это внимание я скажу по-другому иногда мы подстригаем ногти и отрош ноготь который упал это просто мертвая частичка у бога нет ногтей он духовное существо но в аллегории но тот ноготь который он отрезал миллиарды лет назад у него больше силы чем сила всего его творения он бог превыше всех и он восседает на троне и невозможно туда приблизиться если мы считаем что у дьявола может быть достаточно силы что он может каким-то образом сражаться с богом это ерунда и абсурд есть много доказательств священных писаний того что сатана делает то что бог ему разрешает делать например рассказ про иова или рассказ про то как ешуа проходил искушение в пустыне помните эти рассказы в чем еще опасен дуализм когда мы передаем когда мы возлагаем нашу ответственность и вину на бесов ты сделаешь что-то глупое и ты говоришь бес попутал это он во всем виноват еще раз делал глупость опять бес попутал накричал на твою жену или наоборот жена накричала на мужа и говорит вот бес попутал всегда бедные бесы виноваты дуализм это вот это особенно когда шауль что-то пишет язычникам он понимает что они просто их захватил концепт дуализм поэтому он потихонечку и очень аккуратно их исправляет давайте перейдем к третьей главе откроем ефесянам третью главу третью главу шауль опять начинает секрета с тайны в третьем стихе написано так потому что мне через откровение возвещена тайна о чем я и выше писал кратко он говорит я нахожусь в откровении я получил от бога тайну но я также получил разрешение от бога передать вам эту тайну и он говорит что первая тайна это сделать мир между небесным и земным но здесь он также продолжает говорить про мир между земным и земным и мы уже часто в этой общине изучали этот момент что еще в дни до Авраама разделился этот мир частично люди утонули в балагане Вавилона и только те которые были потомками Авраама получили истину с небес сыновья Авраама Ицхака Иакова которые есть Израиль они нашли себя в откровении небес И так же Танах объясняет что они пережили много балагана и падений и приняли и отвергли но в конце концов они были в свете даже в своих падениях они были под проектором под светом Бога это как ребенок который находится в семье иногда он делает балаган и мама и папа действительно хотят его серьезно наказать и он их просто раздражает до самого конца но несмотря на то что он их злит они никогда не перестают на него смотреть как на своего ребенка что он не делал всегда у него есть еда одежда место где спать и даже карманные деньги и вот такое состояние израиля они были сыновьями и дочерями бога и у них было призвание говорить язычниками но они совершенно не исполнили это призвание немножко там и здесь и вот были язычники которые просто их захватил балаган вавилона и они не видели свет небес они были отделены и как я учил и израиль было призвание светить светом язычникам но они не всегда использовали эту возможность в человеческом понимании я могу понять почему скорее всего они были молодым народом и они еще не до конца получили откровение о самих себе это как когда ты изучаешь какую-то профессию и вдруг ты понимаешь что ты можешь делать какие-то вещи и ты делаешь но ты еще не опытный экстракласс ты еще не получил опыта кто меня понимает но когда ты уже получил этот опыт ты начинаешь быть более творческим и экстравагантным в том что ты делаешь поэтому во время Авраама Ицхака Яков они были еще маленькие они не знали как это передать естественно они пытались тут и там Юда женился на этой хананьянке пытается передать но не получается у него или народ Израиля оказался в Египте и они пытаются египтянам рассказать про свое еврейское откровение но выходят оттуда наполненные идолопоклонством а им самим нужно это освобождение и возможно происходят еще какие-то попытки например царь Давид царь царь Давид планирует как его сын построит храм и когда они строят храм вдруг там есть притвор для язычников почему потому что они каждый раз хотят передать этот дар они хотят дать возможность язычникам узнать истинного Бога и мы изучаем этот концепт в священных писаниях который называется скинья Давида скорее всего не было никакой скиньи Давида скинья Давида это желание взять откровение Израиля и поделиться им с язычниками поэтому Амос говорит про скинью скинья Давида падшая пытались но не не смогли потому что еще не было правильного времени и еще не была высвобождена правильная сила и тогда Шауль говорит но сейчас когда Ишуа умер и воскрес из мертвых он высвободил в Израиле это желание проповедовать язычникам и и а у язычников открылась дверь для того чтобы принять это откровение и и и и и мы читаем 4 5 6 то вы читая сможете усмотреть мое разумение тайны Машеха которая не была возвещена преждим поколением сынов человеческих как ныне открыто святым апостолом его и пророком духом святым чтобы язычником быть со наследниками составляющими одно тело и сопричастниками обетования его в Машехе Иешуа посредством благовествования простыми словами тайна уже произошла Машех воскрес из мертвых и благовествование и свет с небес распространились и на язычников а потом Шауль говорит немного сарказмом я прочитаю 8-9 стих мне наимейшему из всех святых дана благодать и облаговествовать язычникам неисследимое богатство Мессии и открыть всем в чем состоит домостроительство тайны сокращившейся от вечности в Боге создавшем все Иешуа Мессии почему сарказм Шауль умнам Шауль не был как 12 апостолов которые сопровождали Иешуа во время его земного служения он пересоединился к апостолам уже после но если мы сравниваем Шауля и других апостолов что мы знаем про Шауля кто может сказать что мы про него знаем написано про Шауля что он учился у Гамалиила то есть он был одним из мудрейших и последователем одного из величайших учителей Израиля он был очень образованный он был на очень высоком уровне он был конечно много других мудрецов но он был очень образованный в традиции Израиля и на современном языке если мы его сравниваем он был ультра религиозным человеком я не говорю что быть ультра религиозным это правильно он был настолько ультра ортодоксальным что сегодняшние хасиды гур они как будто просто светские для него по сравнению с ним и вдруг он именно он получает эту работу идти и благовествовать язычникам не какой-то Петр который дома кипу одевал конечно а в лодке наверное ел все что поймал и мы видим такие намеки и он сказал я сказал Петру который начал есть язычниками а потом постеснялся шаул шаул он был супер крайн радикальным ортодоксом и он говорит именно меня бог решил послать к этим которые едят свинью змеи мыши и все что двигается и он говорит божья милость возросла во мне я не стал вместе с ними есть все что двигается но я передаю им истину силой меси и они через ишуа могут приблизиться ко всем обетованиям израиля и вместе с израилем просто принимать это благословение и свет всем народам они они хозер им шейла лама лану в шавей цион они должны это знать потому что мы чудом оказались принадлежащими мессии и мы его партнеры и нам нужно подумать о том как мы делаем наши шаги для того чтобы совершить эту цель и когда Шауль говорит об этом в третьей главе он останавливается и он говорит это слишком много давайте мы лучше помолимся давайте мы помолимся чтобы сам Дух Святой открыл нам эту истину и мы здесь видим пример как нужно молиться 3 глава 8 стих 13 стих он говорит для того чтобы понять эти вещи 13 стих посему прошу вас не унывать при моих скорбях ради вас не ваш следующий для всего преклоняю для всего преклоняю колени пред Отцом Господа нашего Иешуа Мессии от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке и верою вселиться Мессии в ваши сердца он говорит то что я вам рассказал это величайший концепт вы стали частью этого концепта хотите вы этого или нет но Бог хочет чтобы вы это поняли и я молюсь чтобы Дух Святой не вы сами а именно Святой Дух открыл вам давайте продолжим читать 18 чтобы вы укорененные и утвержденные в любви могли постигнуть со всеми святыми что широта и долгота и глубина и высота и уразумить превосходящую разумение любовь Мессии вдруг он говорит про метражи высота, ширина, глубина, долгота кто помнит где он уже использовал эти выражения римлянам 8 глава там он сказал так ни широта, ни глубина ни силы, ни начальства, ни власти не могут отделить от вас любовь Мессии я не знаю что это значит возможно это не метражи а силы, глубины, начальства, власти это то что они использовали для того чтобы описать силы этого мира и святые которые жили в то время понимали это и Шауль молится что вместе со всеми святыми мы примем это откровение или другими словами мы станем партнерами Мессии в его работе когда он сидит превыше всех этих глубин и высот и в 19 тихе написано что мы узнаем что-то что превосходит разумение или наши физические способности я возвращаюсь к тому выражению с которого начал сегодняшнее слово вера это не клуб по интересам это то что мы были поведены Духом Святым к чему-то великому и даже когда мы принимаем вечерю Господню там написано если ты не примирился с кем-то и хочешь участвовать в вечере Господня лучше не прикасайся потому что это может принести тебе болезни мы через благодать Бога мы были приняты во что-то великое что-то самое живое из всего живого и Бог только говорит нам откройте сердце откройте сердце в смирении в простоте и в правде и вы примите это и сможете участвовать и сможете участвовать в работе Мессии давайте мы встанем и помолимся отец наш небесный превыше нашего понимания дай нам помазание святого духа мы живем в очень странное время но я молюсь чтобы мы здесь в этой общине и те которые слушают нас онлайн и те которые любят тебя чтобы они получили помазание от духа и чтобы мы стали активными соработниками для твоего царства Господи я молюсь чтобы ты показал нам наши несовершенства чтобы у нас было больше желания приближаться к тебе через Господа Ишуа и получать очищение я молюсь отец наш чтобы ты помог нам и нашим семьям особенно в это время Хануки наполни нас твоим светом во имя Ишуа Мессии аминь